Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в ассоциацию российских банков и в ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 9 июля. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. Валютная пара EURUSD торговалась во вторник в довольно узком ценовом диапазоне, как это зачастую происходит накануне выхода важнейших макроэкономических релизов. На значительную поддержку евро в начале торговой сессии оказала публикация данных по торговому балансу Германии, оказавшихся лучше прогнозируемых. Единая европейская валюта сумела пробить ключевое сопротивление 1.36 и закрепиться выше 30.36 фигуры. Однако развить наступление быки по евро-доллару не смогли. В итоге пара завершила торговый день на уровне 1.3617, что немногим выше предыдущего уровня закрытия. Сегодня будут опубликованы протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам США, которые смогут внести ясность в направление движения пары на ближайшее время. В случае выхода умеренно позитивного отчета американская валюта получит поддержку и курс евро-доллара может значительно снизиться. В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение торговли в узком ценовом диапазоне до публикации протокола ФОМС, после чего возможно снижение курса пары евро-доллар к уровням 1.3580 и 1.3550. Публикация данных по промышленному производству Великобритании оказалась вчера значительно хуже прогнозируемых, что позволило медведям по фунту взять инициативу в свои руки. Однако британская валюта довольно быстро отыграла все утерянные позиции, что только подчеркивает сегодняшнюю силу фунта по отношению к другим основным валютам. Все указывает на то, что восходящий тренд британца – это всерьез и надолго. И после некоторого коррекционного движения мы имеем все шансы увидеть новые многолетние максимумы в паре фунт-доллар. Сегодня, однако, не ожидается выхода важной макроэкономической статистики по Великобритании. Поэтому котировки пары будут зависеть в первую очередь от публикации протоколов ФОМС. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем торговлю фунт-доллара в боковом диапазоне 1.7110-1.7150 до выхода протокола ФОМС. В случае пробоя верхней границы диапазона основным сопротивлением для пары станет уровень 1.7170. В случае пробоя нижней границы диапазона поддержкой для британской валюты выступит уровень 1.7090. Волатильная динамика торгов во вторник незначительно изменила расположение основных уровней поддержки сопротивлений по золоту. В ближайшее краткосрочное сопротивление металла находится теперь на уровне 1.324 доллара за тройскую унцию. В случае пробоя этого сопротивления золото продолжит восхождение к уровням 1.330 и 1.335 долларов за унцию. Ближайшей краткосрочной поддержкой для золота является теперь уровень 1.321 доллара. В случае преодоления этой поддержки металл протестирует уровни 1.318 и 1.312 долларов за тройскую унцию. Основное краткосрочное сопротивление по серебру сместилось к уровню 21.20 доллара за унцию. Если это сопротивление будет пройдено, серебро сможет протестировать уровни 21.25 доллара, 21.40 доллара и 22.00 доллара за унцию металла. Ближайшая поддержка для серебра переместилась на уровень 21.05 доллара. При ее пробоя серебро, скорее всего, продолжит снижение к уровням 20.90 доллара и 20.70 доллара за унцию. В экономическом календаре среды. Китай опубликует индекс потребительских цен и цен производителей за июнь. В Канаде выйдут данные по количеству закладов новых фундаментов под строящееся жилье. А в американской статистике будут опубликованы протокол последнего заседания ФРС, июльский индекс ипотечного кредитования, а также данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. Кроме того, в этот же день состоится выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.